итак всем доброго дня сегодня мы немножечко уходим другую тему потому что если мы сейчас будем данные сказали на рассказывать лир алгоритм то это у нас займет как минимум времени до конца всего курса поэтому сегодня мы пойдем немножко другую тему а посмотрим как еще можно использовать автоматы с какой еще стороны и для этого нам как раз понадобится тема конечных преобразователей давайте сначала я начну с мотивации что мы хотим с вами у нас допустим есть пример есть словом у нас есть одна и дальше есть некоторое слово буква да а потом мы хотим допустим подставить какое-то число это что можно подавать на ход можно подавать что не только на вход мы хотим допустим подставить 5 мы подставляем что 5 а дальше хотим изменить это предложить изменить это слово то есть чтобы у нас вместо слова буква было пять букв как мы видим с вами у нас немножко не сильно меняется предложение слово. У нас на самом деле происходит следующее. Убивается буква А. То есть у нас меняется по сути окончание в нашем слове или немножко не трансформироваться. Или, допустим, то же самое преобразование есть ягода, у нас нет ягоды. Меняем в родительный падеж, видим, что последняя буква у нас должна замениться с А на И. И оказывается, что это можно сделать при помощи автоматов. Но автоматов немножко другого типа. Давайте вспоминать. Я немножко табличку нарисую, что у нас было с вами. Это я люблю рисовать. У нас с вами есть таблица и возможности. Что у нас есть? есть стадоин. Давайте внутренняя структура и есть стадоин. В нашей программе. Давайте поймем, что у нас в этом всем есть в недетерминированных конечных автоматах. В стадоин, что у нас прилетает? Именно в смысле, что подается на вход на К? Да, да, да. На вход слова, вернитесь, подается. Так, пользуемся ли мы специальными структурами для того, чтобы обрабатывать слова помимо автомата? Ну, вот что-то говорилось про какие-то длинные списки, когда мы сразу бы говорили про распознавание. Не-не-не, дополнительно помимо автомата что-нибудь еще используется? Нет, конечно. Нет, конечно. У нас ничего не используется. А на стадоин мы что выводим? Принадлежит ли слово-языку или нет? Ну да, мы возвращаем yes и no. Хорошо. А давайте теперь вторую структуру, которую мы с вами разбирали, похожую на автоматы. Это у нас с вами MP-автомат. Опять же, на вход подается слово. Есть ли у нас какая-нибудь внутренняя структура при этом, которой мы пользуемся? Ну, точнее, структура помимо. Ну, стек. Конечно. Ага, а на выходе? Ну, тоже будет как если no. Да, тоже yes или нет. И вот сегодня мы рассмотрим с вами конечные преобразователи. Я буду сокращать кп, это аббревиатура у нас будет. Смотрите, в чем ее отличие? У нас на входе будет подаваться слово, стека у нас с вами не будет, но зато будет дополнительная возможность сделать instead-out. вот, вот, и тогда, по сути, что мы можем? Ну, по сути, это будет не что иное, как автоматы, на входе которого, на переходах которого будут у нас написаны как входное слово, которое мы читаем, и то же, что мы будем писать на выходе. То есть у нас на переходах был, ну, по сути, мы здесь написали, что у нас происходит в переходах, да? То есть здесь мы читаем какое-то слово, везде мы читаем слово, здесь при этом мы еще со стекой можем что-то снимать или класть, а здесь мы еще, по сути, будем что-то выводить, вывод. И давайте сейчас введем определение, чтобы мы с вами смогли начать работу с этим объектом. Итак, давайте я даже нумеровать буду определение. Значит, первое определение, которое у нас будет. Коричневый преобразователь назовем шестерку. Она будет у нас, а давайте мы их будем называть не M, а T, чтобы отличать. Смотрите, это будет кортеж из шести элементов Q, сигма, гамма, дельта, Q0 и F. Все ребята знакомы нам? Значит, Q это у нас множество состояний. При этом мощность Q у нас будет меньше, чем бесконечность. Сигма, это у нас будет входной алфавит. Гамма, это будет у нас выходной алфавит. Давайте дальше. Q0 это у нас с вами стартовое состояние. F подможество O, это у нас будет множество завершающих состояний. так, товарищ, кто за доской следит, нормально вот так аббревиатурами писать было? с сокращениями. Ну, с сокращениями, но позволь как бы побольше освободить время, на то, что бы еще побольше. Ну, хорошо, тогда я буду полностью писать. Состояние. А теперь давайте подумаем, каким множеством мы хотим, чтобы было дельта. Ну, смотрите, значит, что мы делаем? Мы принимаем какое-то слово на вход, дальше мы с вами его съедаем, то есть, это пара состояний и то, что мы читаем, а дальше мы берем то, в какое состояние мы переходим и какое слово на Vestadal мы с вами пишем. Переходы при этом будут писаться вот так. То есть, у нас будут с вами переходы видом Q1 U V Q2 V, где U принадлежит сигма со звездой, а V принадлежит гамма со звездой. Да, вот такое вот определение. Давайте построим какой-нибудь пример конечного преобразования. пусть у нас будет следующий пример. Мы с вами убираем букву A. А если она в конце слова? Давайте подумаем, что мы можем с вами тут сделать. у нас тут есть несколько случаев. смотрите, во-первых, если у нас буква A последняя, наверное, давайте начнем с выходов. Первый выход у нас может быть здесь. Начнем конструировать. Смотрите, дальше мы будем писать на переходах A двоеточие эпсиум. То есть, если у нас последняя буква A, действительно, то мы должны с вами закончить переход. То есть, это последний путь, в котором мы говорим, что у нас слой последняя буква A. Потом мы, по сути, должны сделать следующее. Мы должны сделать с вами identity. То есть, сохраняем все, что есть. И только тогда, когда у нас последняя буква, мы ее стираем. Теперь нам нужно учесть тот случай, в котором у нас последняя буква может быть не A. Когда у нас последняя буква не A, это значит, что до этого шла какая-то буква B. Поэтому добавляем еще дополнительный переход, который съедает нам нашу букву B. здесь опять же у нас может быть цикл B, B, A, A. Здесь у нас с вами будет переход пусть по epsilon epsilon можно сделать переход. То есть, у нас получается разделение на 2 ветки. То есть, когда слово заканчивается на букву A и не заканчивается на букву A. Какое слово мы еще принимается автоматом? как обычно. То есть, у нас будет пара слов. Вход и вывод приниматься преобразователем. Когда мы от старта дошли до завершающего состояния, у нас на входе то-то, на выходе то-то. Скажите, какого слова не хватает в этой картинке? Пустого. Поэтому у нас добавляется еще одно завершающее состояние с крестиком. Начальное завершающее состояние у нас тоже будет завершающим и в нем будет пустой символ. Вот такой пример. Будет еще куча разных примеров на семинарах. мы с вами посмотрим детально. Теперь давайте формализуем то, что как раз у нас спросил Руслан, а именно ведем определение выводимости. Давайте уменьшим, буду чуть-чуть уменьшать. Давайте вот так сейчас придумаем куда-нибудь. Давайте вот сюда перемещаться. Второе определение. нам нужно определить с вами понятие штопора для того, чтобы работать с объектами и определить конфигурацию. Значит, конфигурации это элемент q на сигма со звездой на гамма со звездой. Опять же, теперь сакральный смысл. его. q это состояние. Сигма со звездой это слово, которое нам надо прочитать на входе. Гамма со звездой это слово, которое записано на выходе. в в и после того, как мы определили эту всю вещь, все равно аналогично, нам нужно определить третье определение, это штопор. это будет наименьшее рефлексивное транзитивное отношение над конфигурациями. Такое, что смотрите, и тут важно сказать, что нам нужно сделать. что для любого правила, которое у нас есть, q1u, q2v, принадлежащее дельта, должно быть выполнено соотношение, что для любого слова w, которое у нас будет на входе, и давайте слово o назовем его o, принадлежащим гамм со звездой, должно быть выполнено следующим. Смотрите, из q1 дальше мы читаем слово u, w на входе, и на выходе у нас уже готово какое-то слово o. Тогда у нас на следующем состоянии должно быть состояние q2, мы читаем слово u у нас на входе остается w, а третье, что нам нужно с вами определить, это что пишется на выходе, на выходе у нас получается o.b. vt, ну и выводимое здесь мы будем ставить с вами с индексом t, это у нас выводимое с конечным преобразователем. Так, ну опять же, каноническое определение, которое у нас было до этого. только мы его адаптировали. Так, а теперь давайте поймем, сможете ли сформулировать определение языка с даваемым конечным преобразователем t. точнее, давайте вот так скажем. Не будем говорить язык, давайте скажем соответствие. задаваемое 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 кпм, так, нет, мы сказали, что он у нас будет t. смотрите, это будет пара слов uv, таких, что существует q, которые находятся в завершающей состоянии, такое, что из q0, прочитав на слове o, на входе слово u, останется у нас на выходе слово epsilon, мы с вами можем сделать q, на входе у нас ничего не остается, на выходе написано будет слово v. Можно вопрос? Да. Зачем мы включаем в конфигурацию то, что мы вывели в stdout? Это можно вообще? Да, потому что на самом деле у нас конечные преобразователи могут быть такими, что у нас для одного входа может быть несколько выводов этого слова. То есть я именно подчеркну, что это у нас именно соответствие с точки зрения теории множеств. Какие частные случаи соответствия мы с вами знаем? Функции. Да, функции, отображение и так далее. Разные, можно сдавать, то есть когда на один вход у нас определенный выход или нет выходов. Тут может быть все, что угодно, поэтому я ставлю именно так. Обычно мы можем сказать, написать, что это вообще так, давайте скажем, что давайте обозначу, обычно еще означает фи конечный соответствие вот такой вот и сигма со звездой в гамму со звездой называется конечным преобразователем. Ну и вот, смотрите, по сути, мы здесь задаем с вами как раз соответствие фи. У нас одному слову может соответствовать бесконечное количество других слов? Да, вполне может быть, что и бесконечное. Так, мы с вами посмотрим примеры конечных преобразователей. и поймем, какими их конечными преобразованиями можно задавать, прежде чем мы с вами перейдем дальше. Итак, смотрите, примеры. Первый пример, который у нас будет, это ID. Identity. То есть, мы с вами будем полагать, что у нас гамма равняется сигму. выходной алфавет будет такой же, как выходной. Давайте подумаем пример. Как мы можем с вами дорисовать. Не лучше что-то допилить, какой-то автомат, который соответствует языку, но так, чтобы это был. То есть, переход по буквам, все равно, что переход по добавляем, уводим в стадо, что-то. Ну да, та же сам бук, которая входит на вход, та же выходит на выстадо. На самом деле, это не что иное, как башевская команда эхо. у нас автомат будет, я иногда буду выговариваться по фрейду, автомат и преобразователь, тут у нас пока одно и то же. Ну, сегодня мы говорим именно при преобразователе. То есть, мы можем вот такую сделать штуку. На входе пишем x, на выходе пишем x, где x принадлежит сигму. То есть, просто берем и пишем то, что у нас было на входе. Достаточно простая операция. Теперь смотрите, еще скажу второй пример. Давайте перейдем к нему. А пример у нас будет такой. Смотрите, он интересный, он заключается в следующем. Мы хотим по сути уметь считывать только слова некоторого регулярного языка, то есть, а на выход писать пустоту. u принадлежит r. r это у нас регулярный язык. Как такую штуку мы с вами можем задать? Так, в принципе, если вспомнить, что там классы регулярных языков совпадают по теории Миклиния, можно в принципе автомат запилить, а воссоздавать ничего не выводить. Ну да, ну да, смотрите, если у нас есть переход q1 по слову a в q2, то мы его трансформируем в вот такой автомат q1a в преобразователь. То есть у нас вот это переход в автомате m, а это уже переход в преобразователь t. Вот. Аналогично мы можем построить вот такой преобразователь. все эпсилон в где в лежит на регулярном языке. Так, хорошо. А теперь мы с вами построим конкатенацию. смотрите, если у нас Пси1 это у1 в1 а Пси2 сдают множество слов у2 в2 тогда как катенация Пси будет у нас Пси1 катенация Пси2 это у нас будет множество слов у1 у2 в1 в2 в2 по определению или да можно картинками как мы конкатенацию с вами строили ну да смотрите опять же давайте напишу важное замечание что в конечном преобразователе можно сказать можно сказать что у нас есть ровно одно завершающее состояние ну это доказывается ровно тем же макаром как мы это делали в конечных автоматах поэтому мы можем с вами сделать вот такую вот вещь сделать переход построить автомат конечно преобразователь t1 здесь на завершающее состояние здесь делаем epsilon переход и дальше мы с вами пилим конечный преобразователь т2 вроде все логично так теперь смотрите четвертый пример который у меня есть это пси такое что по любому слову мы будем возвращать множество слов в где у принадлежит регулярному языку то есть дописываем в конец всякую пребуду которую мы можем с вами сделать регуляркой ну по сути смотрите что это такое это не что иное когда мы пишем с вами в концепте регулярных выражений что-то типа такого в р со звездой да в баш когда мы в консоль пишем ну вот у нас получается что-то такое давайте поймем как мы эту задачу можем свести к предыдущей смотрите на самом деле си это конкатенация двух преобразований это айди и скрикатенируем вот с таким вот вот с таким вот эпсилон где у нас у принадлежит регулярному языку так этот пример понятен то есть мы взяли вот вот эту штуку первую штуку и вторую штуку давайте считать что понятно если непонятно спрашивайте вопрос так теперь пятый пример если у нас фи1 конечное преобразование и фи2 конечное преобразование то их объединение будет конечным преобразованием но опять же строится ровно по тем же лекалам как мы это с вами делали то есть мы берем бамц бамц эпсилон эпсилон здесь у нас строится пси1 преобразователь для пси1 а здесь у нас с вами строится преобразователь для пси2 ровно те же картинки которые у нас с вами были теперь шестой пример давайте вот такой вот пусть у нас есть фи который представляет собой гомоморфизм так все знают четко гомоморфизм не очень понятно что такое гомоморфизм в данном случае а в теории групп что это такое давайте вспоминать операции сохранения до сохраняю что-то что сохраняет операцию то есть мы можем сказать что давайте и сигма каму это значит что фи от у в равняется фи от у на фи от в поскольку у нас базовая операция это конкатенация в терминах конечных преобразователей то мы будем с вами делать вот такой вот преобразование то есть смотрите по сути это вы каждой букве добавляем какой-то шрифт допустим пример языка которым мы с вами можем говорить это всякие солнечные такие в языки я не знаю вы были они у вас нет типа солнечный или кирпичный язык когда после каждой гласной буквы добавлялась еще приставка с и дальше не там типа яся тыс и и так далее например у нас есть я она заменяется на яся вот а по сути это задается гомоморфизм и конечный преобразователь который мы с вами при этом можем построить достаточно простой у нас на входе x а дальше фи от x на выходе потом на можно просто тот пример который вы привели почему он гомоморфизм если мы разбиваем слово на 2 то мы там две буквы с не ну сейчас я сейчас я поясню давайте пример какой нибудь каша да у нас это слово заменяется на ка-са ша-са то есть у нас получается смотрите что получается фи от согласный это согласный афи от гласный это гласная плюс буква с на гласный вот ну и задается это таким конечно преобразовать так и кажется у меня примера на этим закончились так по примерам все окей ну да они не сложные мы сейчас более сложным примером потихонечку подходите на самом деле покажем что концептуально ничего больше из того что я предоставил на этих примерах у нас с вами не будет вот значит смотрите теперь мы сделаем следующую вещь докажем первую первое утверждение давайте мы даже назовем лима мы можем сказать что для любого конечного преобразователя t которая q сигма давайте я буду тоже обозначать и гамма дельта q 0 f существует эквивалентный ему т-штрих который на самом деле сейчас скажу такое что мне будет в нем будет выполнено одно и следующий слой свойств что мы либо читаем одну букву со входа либо мы пишем ровно одну букву со входа сейчас я напишу так сигма гамма дельта штрих q 0 множество завершающих состояний по моему тут даже не поменяется у нас вами такой что для левого q 1 у принадлежащим дельта штрих у нас будет выполнена следующая длина у или на в равняется единиц ну давайте теперь это покажем как-то показывается это показ с аналогичным автоматом аналогично конечным автоматом то есть смотрите если у нас с вами есть какой-то переход увы где при этом у нас пусть у это у 1 и так далее у к а в это в 1 так далее в тогда мы заменяем это на переход такого вида то есть сначала мы пишем с вами у 1 и все у 2 и все у к и все там и все в один то есть один длинный переход мы расписываем с вами на композицию мелких переход так черном осталось сделать у братьев чем переход да убрать и все одно и всем переходом а это делается аналогично конечным автоматом то есть то есть я не буду это показывать доказательство будет ровно аналогичным то есть у нас была такая штука дальше а тогда вот так я штрих поменять нужно завершать состояние у нас с вами поменяется дальше у нас последний переход и дальше у нас был переход по x y но тогда мы с вами берем и делаем транзитивное замыкание по x ну при этом x либо y у нас вам будут пустыми ну и останется еще сделать все состояния по которым мы может дать и по и сам и сам завершающий то есть у нас здесь так были завершающими и здесь у нас тоже завершающие состояние такая картинка но и на этом мы с вами по сути доказательства ли мы заканчиваем так давайте мы сейчас задаем вопросы после этого мы устроим с вами небольшой перерыв вопрос я не вижу так что давайте сделаем небольшой перерыв дальше мы продолжим с вами так мы продолжаем с вами и теперь мы с вами готовы показать первый факт который важен он заключается о том а что же у нас с вами такое конечный преобразователь начинаем потихонечку его разбирать итак 1 теорема она о трех пунктах у нас будет теорема 1 значит три пункта который мы доказываем первая область определения конечного преобразователя это автоматный язык вторая второй факт это область значений конечно конечного преобразователя тоже автоматный язык вы можете попытаться догадаться о третьем пункте этой всей истории значит смотрите он интересный он заключается в следующем значит мы сделаем следующее пусть у нас есть т конечное преобразование конечный преобразователь давайте я буду писать так когда преобразование мы будем писать то это будет ткп если преобразователь то это будет к копейку из будет у нас то есть это дается конечный давайте я буду даже называть так более приятно коктейль пусть коктейль будет у нас с вами сегодня а пустая коктейль и тогда мы хотим сделать следующее и пусть у нас есть rr это регулярный язык а здесь у нас будет пусть ему соответствующие конечное преобразование будет 7 тогда фи ограничение на t тоже будет являться конечным преобразованием то есть мы берем любое конечное преобразование которое у нас есть делаем вот такое вот ограничение вот я не знаю я не знаю с вами трубу какую-нибудь да вот берете ограничиваете его на регулярный язык и у вас тоже будет получаться конечное преобразование да так можно еще разок вот тогда пси ограниченное на что на т до война р конечно на регулярный язык спасибо за то есть у нас получается если у нас пси было и сигма со звездой в гамма со звездой да то пси по сути с ограничением на r у нас будет из r в гамма со звездой то есть оно не должно принимать на вход все ну распознавать все слова которые не находятся в данном регулярном выражении ну данном регулярном языке так ну дайте доказывать скажите почему первые два факта очевидны потому что есть автомат ну да мы просто берем у теле оставляем только входы здесь мы оставляем только входы а здесь у нас у коптейли остается только выходом он формально записывать или понятно понятно все хорошо теперь третий факт третий факт сложнее значит пусть у нас есть с вами r и для него мы с вами сделаем следующее построим дка дка м именно дка это важно хотя там проще с ним работать вообще можно построить инка с анабуквенным переходами этого вроде тоже будет хватать а и построим у нас с вами пусть это наш коптейль только со свойством вот таким вот тоже с однобуквенным переходами и так смотрите пусть у нас ты это у нас с вами пусть это будет у нас с вами какой-то ку штрих сигма дельта штрих ку 0 штрих и сушки а давайте придумаем какую-нибудь букву которая близко к ку давайте возьмем умыляет что-ли что-то не 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 просто хочется не повторять буквы сейчас чтобы самому не запутаться чтобы над ху индексы не вешать тебе критика тоже не очень крут вот нам надо придумать букву похожую на ку по смыслу да но давайте п да давайте п хорошо да значит смотрите то есть у нас тут п будет здесь у нас с вами будет по 0 а а здесь будет давайте назовем здесь пусть я в штрих будет да и тогда мы построим с вами следующий конечный преобразователь значит и на р будет задаваться как давайте мы назовем его м т м т с индексом м и у него множество будут такие значит ку на п декартова сигма вход дельта выход дельта дельта т м мы с вами еще определим пара входных у нас с вами будет ку 0 по 0 ну а здесь у нас будет декартова по моему штрих будет достаточно теперь что такое дельта т м давайте я сначала идеологически расскажу а потом напишем формат а идеологически следующее у нас все переходы в т бьются на два типа если мы со входа читаем или что-то на выход пишем значит я так напишу читаем на вход вместе с дка и пишем на выход когда хотим теперь переводим это на русский язык точнее на на формами значит смотрите тут у нас будет с вами две вещи первое она будет следующее что если у нас есть с вами состояние у нас появляется состояние q1p1 так сейчас скажу а будет выводить q2p2 и все при условии того что у нас есть переход q1 а в ку-2 cbla принадлежащим первым автоматам давайте дельта т е обозначу так это дельта m будет а второй переход у нас с вами есть в автомате P детерминированным. То есть P1A выводится P2. Просто P2. Это же у нас просто DKA. Вот так вот. И к этим ребятам у нас еще добавляются следующие ребята. А именно пункт второй. Смотрите. Q1 P1 Epsilon в Q1 точнее тут Q2 у нас с вами остается. А здесь у нас с вами ничего не меняется. P1 B если у нас P1 принадлежит P есть переход такой. из Q1 Epsilon мы переводимся с вами в Q2 B delta T ну и теперь нам надо как обычно доказывать лему здрасте индукция лему будет заключаться в следующем значит если у нас из Q1 пары Q1 P1 Epsilon Epsilon в нашем автомате в нашем преобразователе T M выводится Q2 P2 Epsilon V это эквивалентно тому что одновременно у нас с вами в преобразователе Q1 U Epsilon выводится Q2 V Q2 Epsilon V а в автомате U точнее в автомате P у нас выводит M в состоянии P из P1 U у нас выводится P2 Epsilon вот такая вот вот такой вот факт ну а тут теперь доказываем ровно аналогично индукции по количеству шагов выводим наши грамматики ну по количеству выводов в автомате поехали сначала докажем слева направо или сверху вверх сверху вниз индукция по количеству шагов база за 0 шагов когда мы смотрите что мы можем сказать вот внимательно смотрим за 0 шагов мы сделаем вывод из этого следует сразу что Q1 равно Q2 P1 равно P2 U равно Epsilon V равно Epsilon ну а из этого следует что Q1 U Epsilon которая равняется Q2 Epsilon V ну а это просто у нас подстановка соотношений то есть это раз а второе P1 U будет равняться P2 Epsilon то есть базу просто мы с вами показываем теперь более интересно что же нам будет что же у нас будет с вами происходить с переходом возьмем последний шаг выводом вывода а именно смотрите мы не пишем с вами что пусть у нас с вами Q1 Q1 P1 U Epsilon будет выводить за какое-то количество шагов следующее состояние Q3 P3 тут пусть у нас будет какой-то символ так как я его обозначил так как я его обозначил сейчас посмотрю в своих обозначениях а ну пусть обозначим его U3 V3 и потом за один переход именно за один мы получаем с вами Q2 P2 Epsilon V3 тогда у нас вот этот вот переход может быть одним из двух типов первый тип это первое соотношение то есть тут нам надо рассмотреть два случая первый случай это вот такой вот что последний переход у нас имел вид такой второй случай что у нас переход имел вид такой значит первый случай у нас получается что с с вами есть переход Q3 P3 я просто перепишу есть переход вида A A V Q2 P2 Epsilon так давайте вывод из этого сделаем какой-нибудь из этого на самом деле можно посчитать вывод что мы на выход ничего не добавили то есть из этого у нас будет равняться V3 равное V V3 будет равняться просто V потому что на выход мы ничего не добавляем а а второй факт состоит в следующем что U3 будет равняться A да дополнительно еще из этого следует из правил из правил я просто сразу все выпишу значит у нас с вами получается переход Q3 A идет в Q2 Epsilon принадлежит дельта T а здесь у нас с вами переход идет P3 A выводит P2 G дельта N теперь смотрите что значит что мы съели последнюю букву да мы съели последнюю букву из этого значит что U равняется U штриха и из этого у нас получается следующий переход вот Q1 P1 U штрих Epsilon будет выводить Q3 P3 Epsilon и V потому что V3 равно V по предположению индукции наши наши любимые с вами наши любимые с вами мы получаем что у нас с вами из Q1 U штрих Epsilon выводится в автомате в преобразователе T Q3 Epsilon V V а в автомате M у нас выводится из P1 U штрих выводится P3 Epsilon теперь смотрите сделаем итоговую цепочку так вы нить не потеряли у меня все в порядке да тут просто формальные переходы теперь смотрите значит что такое у нас получается с вами Q1 U Epsilon в автомате T во-первых мы воспользуемся с вами вот этим переходом давайте я буду делать разные то есть мы берем с вами вот этот переход и переписываем его получаем что у нас в автомате T будет появляться переход вида Q3 Epsilon о не Epsilon у нас буква A остается и на выходе слова V а потом мы берем с вами синий переход который нам позволяет при помощи этой штуки за один шаг написать вывод так Q2 со входа мы читаем букву A потому что она у нас ушла Epsilon а на выход мы ничего не пишем бамс с этим у нас все сошлось то есть вывод в первом автомате в конечном преобразователе есть теперь дальше P1 U давайте я теперь возьму какой-нибудь другой цвет зелененький пусть будет зелененький свет в автомате M мы воспользуемся с вами в правилам вот эти вот вот эти вот мы получаем что у нас P3 A и потом еще один цвет возьмем пусть это будет серенький и с сереньким переходом за один шаг мы получаем с вами переход в P2 Epsilon все бинго шаг индукции доказан да хорошо давайте перейдем теперь к обратно к обратно пьянки гулянки может я справа напишу этот вывод второй случай мы не будем разбирать а стоп конечно же второй случай спасибо большое я что-то это значит второй случай я что-то как-то разогнался какой у нас случай значит давайте перечислять Q3 P3 Epsilon в Q2 P2 B да это вот это у нас последний переход был вот таким вот тогда давайте соображать что из этого следует из этого следует что U3 равно Epsilon так получается V равно V3 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 секунду 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 так хорошо тогда смотрите что мы дальше делаем а на самом деле тут можно заметить еще один важный факт что если у нас последний переход имел такой вид то P2 равно P3 это тоже мы с вами можем видеть и и еще один факт который нам нужен значит получается вы задолбали меня сейчас значит что у нас получается давайте смотреть у нас есть переход вида мы его уже написали да давайте его просто продублируем Q3 Epsilon Q2b прям лежит дельта t так теперь смотрите что нам надо сделать нам нужно получить вывод который мы с вами хотим ну давайте размышлять нам надо с вами посмотреть что у нас тогда с вами получается здесь пишем Q1 P1 U3 Epsilon поэтому здесь у нас U Epsilon получаем здесь у нас с вами переход идет в Q3 P3 а U3 это у нас Epsilon а здесь у нас с вами получается V3 и просто V3 да из этого по предположению индукции получаем следующее во-первых из Q1 U Epsilon в T мы получаем Q3 Epsilon V3 а во втором случае мы получаем с вами что это у нас получается так P1 U выводится V V P3 Epsilon а на самом деле P2 равно P3 поэтому у нас получается P2 Epsilon то есть первый пункт мы с вами в нашей программе уже доказали что из P1 U мы дошли до P2 Epsilon где вот да теперь нам надо собрать из вот этого и вот этого факта мы собираем следующий с вами багаж давайте я помечу его красненьким цветом как мы это делали раньше а мы получаем следующее значит Q3 точнее Q1 P1 U V U Epsilon здесь смотрите значит переменяем первое действие мы получаем а просто без просто без P в автомате M в преобразователе T мы это с вами делаем здесь мы получаем с вами Q3 да на выходе мы считываем все слово все слово U вот здесь вот остается Epsilon здесь остается V3 и дальше за один еще один шаг который я подчеркнул мы с вами получаем Q3 Epsilon V3B ну а вот это у нас с вами V3 как раз то есть получаем ой не V3B просто V то есть получаем наш индукционный переход второй случай даже проще оказался чем первый в чем двигаемся дальше по одному пункту понятно по первому случаю в одну сторону слева направо да понятно давайте я параллельно справа буду писать чтобы у нас была такая вот начну здесь писать для того чтобы ну видно было а доказательства справа налево тоже будет индукция по числу шагов только индукция по сумме числа шагов ну база M равняется нулю но из этого мы с вами сразу можем понять что из свойства один у нас получается давайте давайте их буду обозначать это один вот это два и свойство один у нас получается что q1 равно q2 а у равно эпсилон в равно эпсилон вот тут даже скорее всего индукции по длине шага количество шагов t будет достаточно но посмотрим а и дальше а не нужно и дальше за 0 шагов смотрите у нас получается у равно эпсилон и здесь и здесь что у нас с вами получается здесь на самом деле тоже получается из второго шага и dk а у нас будет с вами получаться что по 1 равно по 2 да здесь нам нужно понимать что у нас у равно эпсилон поэтому вот это количество шагов в переходе будет равняться нулю то есть мы можем даже сказать что индукцию не делаем поэтому порой давайте сначала попробуем индукцию по такому параметру сделать вот а потом если что ее немножко подтюним теперь смотрите переход индукции смотрите что у нас с вами получается первый переход значит пусть у нас был переход значит из q1 у эпсилон в q2 эпсилон в да нет давайте в q3 опять же q3 у 3 в 3 у 3 в 3 а здесь будет у нас с вами переход q2 эпсилон в q2 эпсилон в а тогда смотрите что у нас с вами получается а у нас с вами получается следующее соотношение так вот это за один шаг мы делаем автоматику преобразования t это опять же два случая первый случай который у нас будет заключаться он будет заключаться в том что давайте посмотрим переход по первому типу то есть у нас получается с вами q3 а в q2 у 2 эпсилон так следовательно у нас получается с вами сейчас у 3 равно а а в 3 равно в так но еще у нас есть вот такая вот цепь а p1 у мы добрались с вами в автомате в м до p2 эпсилон то есть смотрите что у нас получается с вами у нас с вами получается что в необходим путем если мы посмотрим что п1 это у нас получается у штриха какое-то потом мы за какое-то количество шагов достигли до какого-то состояния давайте я его назову п4 и посмотрим последний переход в котором мы снимаем эту букву поскольку у нас все переходы в автомате однобуквенное то мы это можем сделать в то есть сразу подчеркну что этот переход берется берем последний шаг по а тогда смотрите что у нас получается из этого факта будет следовать что из p1 по у штрих мы выводим p4 у p4 эпсилон а из высшего шага у нас получается что q1 у штрих эпсилон выводится q3 эпсилон в эпсилон в ну и тогда по предположению индукции потому что шагов у нас стало меньше мы с вами получаем что а у нас из q1 p1 у штрих эпсилон эпсилон выводится q4 p4 q3 p4 эпсилон дубль в так теперь нам надо еще один шаг сделать теперь мы с вами можем написать что q1 p1 у штрих а которая у нас является у эпсилон по предположению индукции мы доходим q3 p4 эпсилон в а и тут надо сообразить с последним шагом который у нас тут происходит смотрите значит нам нужно понять почему у нас с вами есть переход который снимает букву а и кладет букву эпсилон на вход смотрите из p4 а есть переход в p2 эпсилон здесь у нас все хорошо только я стоп сейчас напишу вот эту букву а опустил так здесь у нас получается есть из p4 в айпсилон дать я его обозначу сереньким цветом раз а и второй шаг у нас с вами а вот он тут с вами смотрите вот у нас есть переход из q3 в q2 который читает букву а и поэтому используя серый переход мы с вами идем за один шаг в q2 p2 эпсилон в вот так закрыли этот шаг это первый шаг шаг переход то есть чуть 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 сложнее а второй шаг который у нас мог быть здесь здесь у нас идет такая вещь что это q3b q3 эпсилон а переходит в q2b а ну этот случай тоже у нас с вами должен разбираться значит если q3 эпсилон в q2b а ну смотри тогда у нас сразу есть переход такой вот он вот вот он я хочу показать его то есть мы можем с вами сразу написать что у нас q3 для любого состояния а ну давайте рассмотрим как раз то состояние которое мы хотим у нас это состояние p2 p2 получается что значит эпсилон эпсилон да эпсилон эпсилон выводит q2p2 эпсилон b по определению перехода так что теперь нам осталось теперь нам надо с вами собрать баян как мы его будем с вами собирать значит давайте смотреть значит q1p1 у эпсилон да а что у нас с вами есть значит у нас из p1 qp2 эпсилон есть она и и но мы не а сделать шаг индукции значит если у нас тут один один уэпсон есть а смотрите что у нас еще с вами есть у нас на самом деле есть часа сотру у нас есть вами следующем так значит q1 у эпсилон в q3 у 3 в 3 у 2 и последний переход у нас был вот такой куба 3 значит смотрите тогда у нас из этого следует что вы равно в 3 b а у 3 равно эпсилон то есть у нас есть вот этот переход у 1 уэпсилон выводится у 3 эпсилон эпсилон да и у нас есть с вами переход по 1 по предположению индукции мы можем сказать с вами что у нас с вами у 1p1 у эпсилон выводится в q3 p2 и все в 3 да а теперь воспользуемся вот этим шагом вот этим вот шагом мы с вами получаем что у нас с вами есть переход у 2p2 эпсилон в 3b которая равняется все доказали переход тут немножечко муторно получилось но это нам помогает сильно помогает вот то есть формально перепрописывается 2 индукционных переходов и теперь смотрите зачем дайте немножечко подытожить зачем с вами этот индукционный переход с вами написали есть такое утверждение которое мы с вами будем с доказательства которого мы с вами начнем следующий раз она заключается в следующем что первое конечные преобразователи замкнуты относительно композиции то есть вы смотрите переводить слово с русского на немецкий потом с немецкого на английский тогда у вас возможно про его с русского на английский позиция а шаг 2 который да 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 именно так а теперь второе второе утверждение такое что любое преобразование конечные фи пси можно представить как давайте напишу так как некоторая фи композиция с айди на регулярном выражении которое мы доказали как раз что является конечным преобразованием сейчас а и так сейчас по моему обратный вот так значит то есть обратное преобразование а здесь у нас пусть будет это это где фи и это это гомоморфизма будет вам никакой факт это не напоминает из какого-нибудь другого курса слышал вот про такие вот три буквы это вроде не проходит не проходится на линале свд не проходятся да ладно удивлен в общем это разложение симулярное разложение матрицы возможно что она у вас было в другом термине что что любое афинное преобразование можно представить в виде поворота сжатия для растяжения и поворот вот по сути это следующий факт но это одно и один из основных фактов теории конечных преобразователей дальше через него там можно всякие вот это наша цель на следующий раз приношу извинения что чутка вас задержал ну а так хочу сказать всем хорошего дня если есть вопросы задавайте